Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко. Сегодня у нас в гостях начальник Межмуниципального управления МВД России Люберецкая, полковник полиции Евгений Алексеевич Романцев. Поговорим мы, естественно, в преддверии такого важного события, потому что 10 ноября мы знаем, что этот праздник, кстати, не только ваш. Народ любит этот праздник. В свое время был концерт, посвященный советской милиции, теперь уже полиции. И, естественно, какие-то слова добрые, хорошие будем говорить в финале нашей программы. Но не могу не задать самый главный вопрос, какова сейчас у нас обстановка. Жители Люберецкого округа, это городов Идежинского, Латкарина, Котельники. Что хочется сказать в преддверии, как Николай сказал, всего общего народного праздника, Дня полиции. Для наших ветеранов это, скорее всего, День милиции. Или, как сейчас правило говорят, День правоохранительных органов. Да, там длинное название. Что хочется сказать, то есть мы самый, наверное, сложный округ Московской области, как по численности населения, которое граничит с АМКАД, это то, что у нас больше всех станций метро, которые прилегают. Плюс сейчас еще в этом году открылся ИЦКАД номер 3, который прибавил как бы работу, население едет с Раменского до Зеленограда. Ну, конечно, это и автовокзал в Котельниках, и метрополитен. Ну, и то, что в этом году где-то более, наверное, тысячи квадратных метров сдано жилья в Либерецком округе. То есть это, сами понимаете. То есть увеличивается сейчас много людей. То есть увеличивается, да, и население увеличивается, улицы прибавляются. И проблемы. Проблемы остаются теми же, которые мы ежегодно освещаем нашим гражданам. То есть мы в этом уже за 10 месяцев, могу сказать, то есть мы итоги, я думаю, подведем, брифинг сделаем с нашим телевидением, радио, газетами. То, что на сегодняшний день уже зарегистрировано 3300 преступлений. Из них, конечно, по криминальному блоку, это тяжкие, особо тяжкие 900 преступлений. И охрана общественного порядка где-то 1200 преступлений. Это связано с улицами, это связано с кражами, это связано с охраной общественного порядка. Да, где-то мы сейчас проводим хорошую профилактику с оказанием помощи рейдовых мероприятий, которые проходят в наших, скажем, во всех округах. И в Люберсах, и в Держинке, и в Иткарина, и в Котельниках. Особенно большие мероприятия проходят. То есть у нас идет снижение убийств. Если в том году было за 10 месяцев 20, сейчас 15 убийств. Все они раскрыты. То есть меньше стало грабежей, меньше стало краж. Хотя, ну, прибавляются, то есть... Мошеннические схемы, наверное, прибавляются. Ну, мошеннические отдельно хочу остановиться. То есть что очень много фактов мы выявляем наркотиков. Где-то выявлено более 600 наркотиков за этот период. Из них где-то 300 сбытчиков задержанных, которые, сами знаете, во всех наших дворах закапывают, копают. То есть они как бы там за копейки работают и бегают за копейки. То есть это серьезный такой доход. То есть каждая закладка смотря, что закладывают. Я имею в виду, кто закладывает, возможно, за копейки. А тот, кто руководит этим за большие деньги. Получают очень большие срока за свой вклад, который они приносят, вклад от 5 до 20 лет лишения свободы. То есть вклад они делают, но не понимают. Они понимают, что они делают, и понимают, какой срок они получат. То есть очень много фактов наркотиков. Конечно, вот вы остановились, мошенничество. Конечно, на мошенничество это тоже один по значимости. Сейчас, наверное, выходит на первое место. Это мошеннические действия, IT-преступления, которые по всем каналам телевидения, радио, газеты, даже на всех сайтах. Мы выступаем, проводим рейды, разносим листовки, вручаем нашим гражданам, которые не доверяют сотрудникам правоохранительных органов, даже не верят. Мы приходим, мошенники обзванивают наших людей, говорят, что вам звонит следователь, звонят в прокуратуру, с ФСБ. Не верьте, я вам еще раз говорю, не верьте. То есть сразу обращайтесь в правоохранительные органы. Вы сами видели, что последнее решение коллеги, где наш министр при президенте говорил, что новые виды преступлений, что сейчас созданы новые даже управления, специализированные по IT-преступлениям, по мошенническим действиям, особенно те, которые работают с банками, те, которые работают с новыми информационными технологиями. Это очень, ну, понятно, новый вид преступления. Мы умеем раскрывать убийства, мы умеем раскрывать там грабежи, разбои, кражи машин, но здесь понятно, что новый вид, не все сотрудники готовы подойти, совместно с банками сейчас отрабатываем эти схемы. То есть процесс идет о восстановлении этой базы, да? Ну, ничего страшного, то есть уже есть, выявляем этих мошенников, ездим, правда, в другие субъекты, это в Казань, в Башкирию, на Дальний Восток, где задерживаем людей совместно с сотрудниками. Которые орудуют здесь, получается? Да, которые обзванивают, которые деньги также пересылают в другие страны ближнего СНГ, то есть переводят в битковины, но я не могу понять, то есть мы практически, практически на каждом совещании, при главе, при всем нашим брифингам, мы уже неоднократно, в этом году только два или три брифинга приводили, есть у нас тоже отделение открыто по мошенничеству, мы возглавляем его подполковник Жуков Валерий Иванович, он уже выступал, показывал эти схемы мошеннические, как вам звонят, кто чем, все равно народ не верит, народ производит. Одно из тех, которых мы практически раскрываем на 95%, это когда мошенники звонят вам и говорят, что ваш внук, ваш сын, ваша дочка попала. Спасибо, что в Люберецком районе и других городах поставлены видеофиксации, которые фиксируют эти наши, и мы этих мошенников ловим. Как правило, или малолетки приезжают, опять же, которые забирают эту посылку, или доставщики, но мы... Посреднички такие, да? Посредников, да, но сейчас есть и посредник является участником процесса. А есть, которые, наверное, не в курсе. Да, которые, ну, в курсе, не в курсе, видят, что это мошенническая схема, берут деньги, получают за это прибыль, все равно их привлекаем к уголовной ответственности, как соучастников данного вида преступления. Я еще раз пользуюсь то, что Николай даже позволил сказать, я говорю, уважаемые наши жители, если вам позвонят, скажут, что мы из банка, знают ваш счет, назовите наш, ваш код, не верьте. Позвонят следователь, дознаватель, что-то еще с каких-то баз. Да, и там могут представляться следственным комитетом, и прокурором, и с розыска, и из банка. Не верьте, у вас есть банк, идите в любой филиал, узнавайте, не переводите деньги. Многие сейчас хотят заработать на каких-то электронных счетах. Мошенники пользуются тем, что вам кидают 30 тысяч, 60 тысяч, 100 тысяч, до 300 тысяч кидают. Люди ведутся, и потом, получается, вас бросили на квартиру. Уже такие... Забрали все. Забрали все. Взяли кредит на 10 миллионов рублей. Евгений Алексеевич, а вам звонили? Нет, мне не звонят. Если я вижу, что чужой номер, я не беру. То есть, как бы, ну, наверное, специфика работы уже позволяет. Хотя сотрудникам звонят, и наши некоторые тоже перевели определенную иную сумму. Даже так? То есть, мы, как бы, к гражданам относимся, ну, все сейчас по приказу министра возбуждают сразу уголовные дела. Мы сразу передаем это в Центробанк. Центробанк блокирует счета. Ну, не всем деньги, конечно, возвращаются, потому что деньги очень быстро уходят куда-то за границу или на каких-то счетах. А наказание большое за это? Опять там, дроперы какие-то получают эти. Ну, наказание – это мошенничество. Все зависит от суммы. То есть, вот мы сейчас занимаемся... Сейчас, опять же, на том же Озоне, на тех же Вальбересах, на всех мегах вот этих продажах, также существуют мошенники. То есть, видят вашу машину, видят ваш какой-то это, вас предоставляется. Вы не проверяете, кто вам позвонил. Перечисляете деньги, не глядя куда-то. То есть, вот этот электронный, конечно, механизм, он хорош, но люди не видят... Не безопасен. Да, не безопасен, правильно, Николай, вы говорите, не безопасен. То есть, люди не видят, куда, кому, за что. Отправляют, ну, мне жалко наших пенсионеров. Да. Жалко пенсионеров, что приходят в банк, сидит эта операционистка в банке, видит, что перед ним сидит или бабушка 70 лет, или дедушка, дает ему 5 миллионов кредит, понимая, что это мошенники, не предупреждают. Хотя во всех банках Центробанк дал указание анкетировать и понимать... Куда они хотят. Понятно, что это звонит мошенники. Так что это очень новый вид преступления. Понятно, что он новый, но хочется сказать, что придет, сейчас уже все настроены на это, и банки, я говорю, и мы работаем, и сотрудники ФСБ, и прокуратура, то есть на профилактику данного вида преступления. Хочется отметить в этом году рост детской преступности. Это опять связано как вот с этими мошенниками, то, что мы задерживаем много несовершеннолетних, которые выполняют эти команды. Также много детей, которые, опять же, на сайтах ищут работу, опять же, неблагоприятных семей подключаются к наркотикам, закладчиками, то есть раскладывают их, задерживают с большими весами. Тоже здесь хотелось бы отметить, уважаемые родители, посмотрите на ваших детей, посмотрите их не сайты, с кем они работают, они... Социальные сети, с кем общаются. Дети, да, они вхожи везде, где... То есть можно и не можно, то есть... А их используют преступники, потому что у них немножко по-другому наказание, да, выглядит? Да нет, наказание у всех одинаково, то есть наказание, оно просто из суды, и мы понимаем, что это дети, не всех арестовывают, то есть отдают на поручительство родителям, но они уже получают судимость, и практически к себе сломали всю свою молодую жизнь, то есть не могут поступить в какой-то хороший институт, что-то еще, то есть это психологически тоже ломается. Просто обращаю внимание, то есть некоторые родители вовремя видят, вовремя приходят, но и гражданам нашим, то есть посмотрите повнимательнее, это вот сейчас два вида преступлений, которые очень перспективны, это мошенничество и это наркотики, то есть это те заработки, где наши дети могут заработать деньги, которые не задумываясь, поднимают закладку, раскладывают, также пробуют и потом... Самое страшное. А вот скажите, я же знаю, что идут профилактические работы, причем и ваши коллеги, самые разного уровня, самых разных направлений, самых разных служб, правоохранительных органов, профилактика существует, работа в школах, работа в вузах, то есть в этом же направлении тоже идет работа, тут еще и психологический элемент важен, чтобы ребята понимали. Да, мы со школами, с нашим управлением образования, большинство мы работаем, конечно, там и лекции читаем, и показываем видеоролики, приезжают сотрудники главного управления нашей Московской области, совместно с ГУРБ проводим такие форумы, проводим занятия, то есть доводим до детей, что может быть, как может быть, где-то кого-то уже спрофилактировали, понятно, что наши дети, они как бы на сегодняшнее более продвинутые, те или кому-то не кабельные, то есть уже пользуются и интернетом, и пользуются карточками, но когда с ними начинаешь беседовать, то есть они не читают Достоевского, они не читают Толстого, Пушкина и так далее, то есть они полностью электронные, электронные дети, информационные технологии, и не понимают, что есть хорошие сказку почитать, или книжку прочитать, все у них это в компьютере. Ну, значит, тогда электронные технологии, значит, надо им объяснять через их методы, я уверен, что... Мы подсказываем совместно с преподавателями и в техникумах, где самое главное дело, это у них сейчас тоже вот эта пропаганда, которую вы сами видели в других городах происходит, новейшие, мы не будем здесь в прямом эфире это обсуждать. Еще раз я говорю, родители, если вы увидели, у вас есть участковые, есть сотрудники ПДН, незамедлительно приходите к преподавателю вашей школы, они общаются с нашими сотрудниками, мы совместно будем как бы профилактировать данные вот эти преступления, которые ваши дети могут совершить, или подскажем, в каком ракурсе двигаться у нас есть психологические службы, которые можем сводить. В последнее время мы очень много, даже в этом году, наших учеников со школ поступило в высшие учебные заведения МВД, то есть спасибо всем учителям, директорам школ, особенно управлению образованием Бунтиной, Виктории Юрьевне, которая... Намас там часто бывает. Более 10 автобусов отвезли во все наши учебные заведения, то есть ребятам показывают факультеты, которые там обучаются иностранным музыку, почему? Потому что есть сейчас такой факультет и паспортной визовой службе, и криминалистики, и экспертом, ну и уже там... Ну, плюс хорошее кино вам еще в помощь, потому что тоже хочется быть хорошим следователем, да. Ну, не все же смотрят разбитые фонари. Хотя в этом тоже романтика. Да, и Сашу Белого. Сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Евгений Алексеевич Романцев, начальник Межмуниципального управления МВД России, Люберецкая, полковник полиции. Первую часть мы, я думаю, правильно сделали, что уделили мошенничеству. Это сейчас главная тема. Ну, а во второй части продолжим наш разговор. Дождитесь. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». У нас в гостях начальник Межмуниципального управления МВД России, Люберецкая, полковник полиции Евгений Алексеевич Романцев. Вот как сегодня с инструментарием? Чем вы работаете? Повышается ли их класс? Помогает ли это в раскрываемости? Николай, ну что можете отметить на сегодняшний день? Это, понятно, цифровые технологии, новые технологии, видеонаблюдения. То есть они оказывают как безопасность на нашей дороге, также оказывают безопасность для наших жителей. То есть все вот эти наши строящиеся микрорайоны, то есть по указанию губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, они обеспечиваются, все подъезды, улицы, цифровыми камерами, которые работают, которые находятся в нашем едином центре, который контролируется в администрации, и сотрудники полиции, которые имеют доступ туда. То есть также смотрят видеокамеры, если нам обращаются, ну, это первое, это массовые драки, которые происходят на улицах, второе, это неизвестные люди зашли в подъезд, вот как мы раскрываем медицинское мошенничество. Кто-то пытается дверь открыть. Да, кто-то пытается дверь открыть, то есть снижение квартирных краш идет. Да, понятно, что, опять же, вновь сын, который находится, наркоман, ворует у родителей, также видим, как они вытаскивают стиральные машинки, холодильники, кому продают. А что продолжается? Ну, вот в Люберецком округе, конечно, и Владимир Петрович Ружинский, будучи главой, и Владимир Михайлович сейчас уделяет очень большой безопасность. Сейчас особенно мы уделяем безопасности это Малаховке, потому что все-таки отдаленные районы, но в городе у нас уже поставлено более 12 тысяч видеокамер. Вот тут сразу же вопрос, пока мы не ушли далеко, у некоторых есть такое ощущение, что работает ли эта камера? Вроде камера висит. Фадж-камеры же тоже бывают? Сейчас большинство мы ушли от того, что и это ГУВЕРБЭК контролирует, все камеры, вот эти 12 тысяч, они рабочие, рабочие, да. Еще города Держинский, там Латкарина, Держинка, они отстают от такого масштаба видеофиксации, но уже сами жители, понимая, что есть безопасный город, и они сами входят и хотят поставить подъезд, дом, чтобы видеть за своими машинами, это спрофилактировало так, даже вот смотрите, на сегодняшний день всего в Люберецком районе угнано 29 машин, это не факт, что их еще угнали, не продали, это все лизинговые какие-то еще, которые продаются в Казахстан и так далее, но из них, из 29, 12 найденных, то есть мы задержали. Половина почти. Половина мы нашли, куда перегоняются, как они, конечно, понятно, что схема, естественно. Схема, да, и как перевешиваются номера, видимо, кто перевешивается, если засветился вплоть до лица, лица, то мы лицо сразу выставляем сейчас в базу, и эту базу, то есть где он светится. Мы это можем сейчас рассказывать, а то они будут все ходить теперь в балаклан. Да, пускай ходят, все равно есть ДНК, мы сейчас поднимаем. ДНК. Даже старые преступления по убийству со следственным комитетом, где в 90-х годах преступления были не раскрыты, но эксперты-криминалисты брали. ДНК. Да, ДНК, и сейчас они уже... То есть не уйти от правосудия. Да, 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 то есть уже находим людей, которые и в 90-х, и в 2000-х годах совершали тяжкие преступления. Могут неспокойно спать. Не могут. Вот тут тоже такой вопрос, помните, вот этот пресловутый про планы и про отчеты и так далее. Вот в тех же 90-х годах, когда и фильмы все эти были, было такое ощущение, что вроде планы все выполняются, а преступность, тем не менее, ну, такая разнообразная была, скажем. вот сейчас как-то требуют от органов, чтобы как можно больше отчеты какие-то и так далее. Или работа идет в плановом режиме? Нет, работа идет плановой. Конечно, обращают внимание на тяжкие, особо тяжкие преступления, которые совершаются. Это, конечно, найти преступления, практически мы, сейчас и прокуратура, и вот это новое совершение, то есть управление, которое создано, практически следователи перестраиваются, то есть идет перестройка, но нет такого, что мы должны там отчитаться. Да, конечно, есть и за убийство спрос, и за убийство, и за квартирные кражи спрос, чтобы сотрудники понимали, что совершаются преступления прошлых лет. Это работа, да, нужно выполнять. Наша работа, да, понятно, что если токарь, он точит детали одной, и у него должен быть план, у нас планов нету, сейчас такого, чтобы мы загнали за цифрами, нету, понятно, есть какая-то отчетность, которую мы выполняем. Ну и профессиональная гордость, естественно, надо раскрыть. Профессиональная гордость, да, у оперов это раскрыть, у сотрудников патрульной постовой службы, которая на сегодняшний день, ну, мне кажется, маловато, не хватает для нашего района, все-таки наружные наряды показывают то, что когда ездят полицейские машины с ГИБДД, профилактика нам больше способна, и понятно, что уровень, ну, как вы говорите, мы потом там кадром перейдем, понятно, что личный состав очень молодой, понятно, что мы помним нашего Анискина, как вы говорите, в 90-х годах, которые все его знали, он жил с населением, сейчас, конечно, ребята молодые, наши бабушки, и они недопонимают эту молодежь, и молодежь недопонимает их, средний, вот это звено, одни говорят, ты мне в дитя годишься, ты мне внуки годишься, отцы и дети, да, отцы и дети, а раньше, ну, вот мы помним фирмы про участковых, был там Анискин, его все знали, и он был уважаемым, а сейчас, конечно, сами граждане жалуются, что вот он не приходит, он это, но он же тоже один не может, у него нагрузка колоссальная, вы же сами совершаете те же, то жена с мужем кастрюлями дерется, то еще что-нибудь дерется, чтобы ему ходить общаться с вами, он ходит, собирает материалы, которые он должен сроком тоже сдать, у него есть, никто пока нормы не отменил, да, и это вот он этим занимается, понятно, что работа колоссальная, домов, вот, например, мы заходим в один подъезд, раньше, пятиэтажка, сколько было квартир? Ну, 72 квартиры, сейчас один подъезд, 1200 квартир, пока пройдешь, 1200 квартир, а другой сейчас дома сдаются, где более 5000 квартир, представляете, какой-либо... И соседи же не знают друг друга, если из новой домов, квартиры сдаются, мы с этим столкнулись сейчас, например, в котельник, когда граждане обратились, мы пошли по этим квартирам, они даже не знают, кто на площадке живут, но зато все пользуются своим сайтом, полиция в подъезде, раз, и все двери заблокированы, и вы хотите, чтобы наш порядок, мы проверили все квартиры, кто проживает нелегально. Вот сейчас молодой парень послушал, хороший молодой парень или девушка, хотят прийти, что получат-то? Ну, заработная плата, я могу сказать, от 60 тысяч и выше. То есть плюс, если у человека нету профильного образования, можешь получить бесплатное второе образование, то есть заочно мы даем отпуска на сессию 45 дней, то есть два раза в год, то есть 90 суток, и плюс отпуск, то есть это оплачиваемое, плюс больничное, а вы посмотрите, вот муж приходит ко мне на работу, то есть я говорю, вы где работали? Там работали, а почему ушли? Я открывал ОИП, заставляли платить налоги и так далее, и так далее. Все время платить, да? Женщины, ребенок есть, и мать-одиночка, я пришла, говорю, как Евгений Алексеевич, да, я получаю, может, чуть-чуть поменьше, но я получаю стабильно, получаю вовремя. Если у меня ребенок заболел, я официально на больничном, потом вышла, догнала. То есть как бы в отпуск хожу, если малолетний ребенок только лет... Плюс звездочки, наверное. Ну, звездочки, карьерный рост, некоторые приходят, как бы вот молодые девушки, у них есть, как бы вы говорите, не у всех хотят, как бы есть цель, то есть стать федеральной судьей, стать мировым судьей, кто-то хочет стать адвокатом, и тот колоссальный опыт, который они получают в правоохранениях органов по этим статьям уголовного кодекса, по гражданским делам, они потом сдают минимум судей, судей, то есть становятся сперва мировыми судьями, потом федеральными, уже есть такой опыт у нас, и уже наши сотрудники Евреутовы стали судьями, федеральными судьями, кто-то стал, уже многие следователи отработав, не найдя себя в правоохранениях органах, ушли в адвокаты, и... Вот тут процесс идет в этом плане? Процесс идет, да. Ну, понятно, что коллектив молодой, то есть средний возраст 30 лет. Вот давайте мы сейчас, самое время, как всегда приятно, когда руководитель имеет возможность поздравить всех с 10 ноября, с днем работников правоохранительной отрасли, с днем милиции, с днем полиции, вот этот праздник, все знают, что он есть. Белую рубашку будешь себе носить в этом день. Да, да, белую рубашку, да. Ну, что я хочу сказать, уважаемые коллеги, уважаемые ветераны, хочу начать с ветеранов, милиции, которые смотрят нас, и я тоже застал, ну, хорошее время, отработал порядок и в той системе милиции МВД, я могу сказать, что народ был очень положительный, подсказывал молодым сотрудникам, которые, то есть, я приходил, то есть, хочу пожелать им здоровья, также удачи, не забывайте, приходите, мы всегда окажем, я говорю, вот наши ветераны, то есть, одному 87 лет, другому 76 лет, мы с ними поддержим, конечно, мы хороним наших ветеранов величайшей отчетственной войны, хороним ветеранов, которые уже уходят из жизни, но, также вдов вот собирали перед праздником, я хочу сказать, у нас есть вдовы, которые сейчас, кто-то мама сына потеряла, кто-то мужа потеряли, ну, все приходят, мы с ними пьем чай, рассказываем, вспоминаем, не забываем, это очень приятно, приглашаем на наши торжественные, посвященные дню правоохранения органов, ну, и ветеранов, и их, то есть, какие-то подарки вручаем, то есть, они это тоже оценивают, ну, и особенно хочется сказать личному составу, мы один из самых сложных районов, как некоторые говорят, что некоторые даже субъекты Российской Федерации нету такого вала, как у нас с вами, они меня профессионально понимают, то есть, хочу сказать и поздравить вас с праздником, пожелать всем здоровья, семейного благополучия, мирного неба, и спасибо хочется сказать женам, родителям, что вы понимаете ваших детей, вы понимаете ваших сыновей, мужей, жен, что они встали на этот путь работы, я также хочу всех участковых этого приняло работу поздравить со столетием службы. Евгений Алексеевич Романцев, начальник Межмуниципального управления МВД России Люберецкая, полковник полиции, это была программа «Открытый диалог», с вами был Николай Пивенко, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин